Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посетим выставку курса в Праге. Запретов на съемку я не увидела, поэтому пока не скажут нельзя, будем снимать. И я вам покажу, что здесь вообще происходит. Эта выставка, кстати, ежемесячная, в отличие от лета, когда перерыв, если так, почти каждый месяц она проходит. И выставка очень интересная, я здесь, наверное, уже четвертый раз. Здесь такой местный рынок, так сказать. Ну, если, в самом деле, что сначала выставка толпа, снимать чуть-чуть можно, я вполне буду понять, куда они здесь начать, чтобы никому мешать. Может, ты снимаешь чуть-чуть похоже, когда немножко коротко все съемцы, так сказать. Пока я покажу сама, посмотрю, что здесь интересного, и самое интересное вам все. Покажу животных, может, когда редко я буду. Здесь всегда к тебе стоят, вот, кучки. Я тебе тоже не перестала, кучки. Шваби, кучки. Кучки. Истеричный интерьер. Где-то как всегда. Зайка. 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 Возвращая. Приятные пашки, я не нашла. Так еще чуть-чуть. Кажется, дескромовые, дескромовые. Ничего такого особенного. Я хочуarte к ней мы пробраться. Разные гляшки, серебрашки. У нас бородатая аганка, всеми любим, очень простые для содержания, которые используются для фотосессии. Здесь нужно обращать перрариум, чтобы они не зарахитились. Хотя вот эти уже тоже не зарахитились, вот они. Городные, фитоны, тоже любят их. Заводители довольно трудные дни, но спокойные, в отличие от сечных сигналов. Часто не рептосессии мы не используем, точнее, обычно именно их и используют для фотосессии. Вот это, конечно, просто нечто. Это моя любимая морфа Блонд. У нее очень красивая, когда вырастает. Я помню, когда я еще интересовалась на морфе, когда она только появилась, она стоила 2500 евро. Сейчас уже 200 евро можно купить. Даже можно в Индешевре. Видимо, от колы зависит из вас. Да, звукол? Да. Они не знаю, насколько передают кадры, но они будут слышать. Виппо. 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 Тоже, где начинаешь их подходить, но не совсем контакт с ними. Я не знаю, это привало особо не поднимаешь. Виппо. 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 Випп Импглай, нет. Ну, что такое. Виппо-нушненькое. Виппо. Даже он подходит, начинающий, и после держать, если все правильно, это более редкие штучки. И были розовые. Не знаю, я их очень люблю. Но что-то не во себе и так красивые. Сам по яркому, в целом я не уверена, что правильный описан локалитет, потому что они совсем разные. Ну просто посмотрите на это произведение искусства. Это реально произведение искусства. Это королевский фитон, морфы, бананы. Вот еще какой-то, видимо, блинички. Ну это просто нечто. Я не знаю. Вот то, что вы видите на камере, это даже не передает. Он более оранжевый, а вот полоски, насколько я вижу на телефоне, они передают цвет фиолетовый. Это нечто. Но вот стоит такая красота 75 тысяч. Конечно, кто собирает, это, наверное, нормальная цена, но это реально произведение искусства. Я не знаю, какое сочетание цветов может быть еще лучше, чем вот это. Вот это то, что в России у нас практически нет. Точнее, я ни разу не видела. Это радужные удавы. Только морфные, радужные удавы. О, ценник на них это умножить на 3, не так. Но они потрясающие. В норме они выглядят вот так. Прясающе, конечно. На самом деле, на этой выставке ничего такого прям особенного не было. Ну, это как бы такая домашняя выставка. Да, здесь очень мало автовиков. Здесь в основном люди, которые держат там, не знаю, десяток рублей, производят их, приходят сюда продавать. Вот такие мои, стики, все такое. Но раньше цены были ниже, потому что рубль был более устойчивым. А сейчас здесь такое соотношение рубля в троне и в доллар, в евро. Потому что, ну, может быть, чуть дешевле какие-то. А некоторые животные реально даже дороже. Просто из-за того, что рубль немножко рухнул. Здесь даже млеки есть. Морские свинки, мышки, крыски, все что угодно. Народ уже расходится. В это время всего лишь что за сколько. Вот, то есть здесь продают просто все. Время 12 часов. Народ уже расходится. Выставка открылась в 10. Здесь все быстренько. Сувенирочка продается. Морские свинки, как я работаю. И все-таки нравится вам такие штуки. Вообще, конечно, для общего развития, так сказать, если вы увлекаетесь рептилиями, то, конечно, вам я бы посоветовала эту выставку. Собирайтесь в Прагу. Выставка здесь практически каждый месяц. Я бы на вашем месте все-таки подгадала под выставку и приехала именно на саму выставку. Потому что это все равно интересно посмотреть. Времени много не займет, но при этом для расширения, так сказать, знания, потому что приходит на выставку, посетите и спа. Я думаю, в России все скоро придет тоже к такому же. Мне кажется, скоро чеки будут сюда приезжать, закупаться у нас и продавать тут, потому что из-за разницы в час это будет просто выгоднее. Но посетители однозначно стоят и тратит время на это не очень много. Поэтому, если, конечно, увлекаетесь с лептиями, то выставка обязательных посещений. Плюс выставка уже не только покупка животных. Я, наверное, от пустыни, в себе ничего не нашла. Но это и общение с коллегами. Здесь все очень охотно общаются. Никто не скрывает, как развалить животных, что лучше делать. Все очень приветливые. Опыта всегда набраться сможете. Черепашка перевернулась чуть-чуть. Оп, оп, доцеплила ее. В общем, штука очень полезная. Ну и просто, даже если не то, что рептилиями увлекаетесь, а просто вам нравится на всем этим наблюдать, то посмотреть стоит. Все равно коллекции поболее, чем хуже даже зоопарки. Это мучник. Вообще, на самом деле, это поразительно. После открытия выставки прошло два с половиной часа. Просто половина столов уже нет. То есть люди так вообще, извините, пришли, продали чуть-чуть как на вахту. Пришли такие, отработали, едут по два часа и ушли. По-моему, в Германии так не происходит. Там выставки до четырех часов. С девяти и десяти утра тоже. Здесь просто до двенадцати. И дальше начинают собираться. В России мы стояли на выставках с девяти до пяти. И, самое интересное, народ есть. Но продавцы уже решили уйти. Причем не все продав. Просто, типа, в субботу пора отдыхать. И это всегда здесь так. То есть реально надо сориентироваться за два часа. Это сложно. То есть сходить, сравнить и понять, что тебе надо. Такой слой, а гамош. Такой слой, а гамош. Очень много часа там. Школу дипа, транс, не зрубе. А краса еще отсутствует шуи. Так, сейчас ты найдешься. Да, ты активнее. Ты активнее. Окей. Окей. Да, любят Агаму. На самом деле, многие люди заводят его. Как первые, заводят их в первую репетилию. Я была не исключением, кстати. Потому что они очень общительные. Они дневные. Они реально общаются с человеком. Реагируют на приход, на уход. Очень много движений лапками там разных. Очень интересные. Многие, конечно, на это покупают. Смотрите, какие милые нас уточки. Очень-очень классные змейки. Ну, вот как по опыту моих там коллег, они, конечно, не очень живут. Проблемы кормить, переводить. Ну, это просто милота. Смотрите. Кротичку. Ну, вообще, я в этом хвост. Нет, господите. Хотя у кого-то и проживаете нормально. Ну, просто потрясающие змейки. Гамиль. А, лессант Viktor. Да.